Вдоль Роско потянулись ряды древнегреческой ярмарки, как 2000 лет назад продавались только те изделия, которые подарила сама природа и которым мастер приложил умелую руку. Керамическую посуду привезли из Варваровки. От простых глиняных свистулек до сложных при изготовлении кувшинов, оригинальных черных, после специального обжига с предварительной пропиткой кувшина в молоке. Этот и много других секретов древних мастеров раскрыли современные гончары. Одно из самых древних, если не древнейшее ремесло на планете Земля. И оно, кстати, для многих удивительно, оно вообще женское. Потому что первую посуду начали делать женщины, научившись обжигать глину. Они узнали, что она становится каменной, твердой и стали вкусно готовить мужчинам. А мужчины стали оставаться, ночевать у костра и так, так сказать, образовалась семья. Почаще надо обращаться к истокам. Самый простой экспонат про образ мельницы. Зернодробилка в виде каменных жерновов привлек самое большое количество посетителей всех возрастов. Каждому хотелось покрутить жернова и самому смолоть муки. Легко просто. Понравилось? Мог бы маме намолоть? Я уже третий раз кручу. Даже дедушки подходят по второму кругу, потому что вот все-таки, когда рука чувствует, глаз видит, да, а мужчины еще делают вот так, попробовали. Она же говорит, ну мука, ну она же живая. Желающие могли бесплатно осмотреть все музейные экспозиции. А с наступлением сумерек начался вечер поэзии. Выступали анапские поэты, члены литературного объединения «Парус». Теплый вечер, древний город Гаргипе, лирические строки, трогающие душу, настоящая ночь искусств. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.